ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Это биомеханическая броня, созданная пришельцами, известными как создатели. На земле имеется всего три экземпляра брони. Сама же броня состоит из биологической субстанции, которая усиливает способности любого организма, с которым вступает в непосредственный контакт. Гайвер является слиянием самой брони и человеческого носителя. Контрольная медаль призвана контролировать организм-паразит, который представляет собой биоброня, позволяя пользователю по желанию усилием воли активировать и деактивировать броню. При уничтожении медали броня пожирает своего носителя и превращает его в бездумного монстра, который может слиться с любым другим организмом, увеличивая при этом его силу и наделяя носителя новыми способностями. Помимо этого, медаль дает владельцу защиту на клеточном уровне от слияния, захвата и тому подобного. Контрольная медаль расположена на лбу Гайвера в активном состоянии и связана с мозгом носителя. Слившись впервые с телом носителя, контрольная медаль анализирует носителя и на основе полученных данных создается уникальный внешний вид биоусиленного организма. На теле носителя человека в нормальном состоянии после активации образуется парный орган на спине, служащий для передачи информации биоброне, а также средством телепатической коммуникации между Гайверами. После установления связи носитель становится хозяином брони и она не вступает в контакт с другими носителями. После деактивации броня переходит в параллельное измерение, где находится до телепатической команды владельца, быстро регенерируя и восстанавливая энергию. Получив команду владельца, броня переходит в обычную реальность и трансформирует владельца в Гайвера. В момент перехода во избежание препятствий трансформации и угроз носителю вокруг его тела создается разрушительный барьер, радиоактивирующийся после трансформации. Быстрый отзыв и призыв через несколько секунд позволяют полностью восстановить запас энергии и внешнюю целостность брони. Броня во много раз превышает все физические характеристики носителя в зависимости от изначальных показателей. Физическая сила Гайвера позволяет поднимать десятки тонн голыми руками, крушить камень и сталь. Контрольная медаль содержит в себе всю информацию о носителе и при удалении из биоусиленного организма способна полностью его восстановить. В бою броня Гайвера также быстро восстанавливает тело носителя, пока организм не будет полностью восстановлен. Медаль не позволит носителю снять броню, даже если он отдаст команду. При потере носителем сознания или при серьезных повреждениях мозга, медаль берет контроль над биоусиленным организмом, защищая его от внешних опасностей. Причем делает это весьма умело, как минимум не хуже, чем под управление носителя. Попутно происходит восстановление организма. Соответственно, о том периоде, когда контрольная медаль действовала в боевом режиме, у носителя в памяти не остается ничего. Способности и оружие Сенсоры Гайвер обладает мощнейшими поисковыми способностями, позволяющими отслеживать противников в радиусе 50 километров. Сенсорная система Гайвера сочетает, по крайней мере, тепловое зрение, эхолокацию, гравитационные анализаторы и электромагнитные сенсоры, способные отслеживать психическую активность и электронику. Способен засекать пространственные и гравитационные искажения, отслеживая телепортацию и порталы. Может буквально увидеть крупные здания насквозь со всеми находящимися внутри. Гайвер также способен анализировать энергетический фон, вычисляя силу противников до визуального контакта. Контроллер гравитации На поясе у Гайвера встроена сфера, которая позволяет ему манипулировать гравитацией. Манипулируя гравитацией, Гайвер способен быстро летать. Гайвер создает в руках нечто вроде гравитационных снарядов, которые выстреливают в противника. Они способны пробивать сталь и камень, разрывать зоаноидов на части. Используя сферу давления, Гайвер способен быстро прокатываться сквозь толщу земли, создавая настоящий тоннель на глубину в сотни метров. Высокочастотные клинки В ближнем бою Гайвер использует клинки из рук. Находятся они на локтях. Состоят из микрочастиц, вибрирующих на сверху высокой частоте. Это оружие, как утверждалось, может пробить любой материал. Но не факт. Головной инфракрасный лазер Высокоточное и скорострельное, но при этом достаточно мощное оружие, способное насквозь простреливать стены изоаноидов. Звуковой усилитель Поток звуковых волн расщепляет в пыль любой материал, вызывая резонанс на молекулярном уровне. В базовой форме радиус поражения равен нескольким метрам, но сильно увеличивается в форме гиганта. Мегаразрушитель Мощнейшее оружие Гайвера. Выстрел из энергопушек из груди. Имеет мощность в 100 мегаватт. Простирается на дистанцию свыше километра. И способен, по крайней мере, уничтожить крупное здание. Также Гайвер имеет и другие формы. Это Гайвер Гигант и Красный Гигант. Если хотите про них видос, то всего лишь нужно поставить лайк и подписаться на канал. А также написать в комментарии. Подписаться на меня вконтакте. Поделиться видосом с друзьями. Ну а у меня на сегодня всё. Это был выпуск всё о Гайвере. Всем и вся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok